Прострём руки на наших деток. Аллилуйя, слава тебе, всемогущий Бог. Мы приходим к тебе, потому что ты благословляющий Бог. Потому что только ты благословляешь. И твои благословения, они печали не приносят, но обогащают и делают нас счастливыми, блаженными, Господь Отец. Слава тебе, всемогущий Бог, Господь, благослови наших детей. Ты обещал, что мы будем благословены до тысячи родов, Господь Отец. И мы верим в это. Наши дети имеют самую великую защиту, потому что это защита твоей драгоценной крови, защита крови единородного Сына Божьего, Иисуса Христа, который сегодня одесной у Бога восседает на небесах, который сегодня прославлен, который сегодня не знает поражений, у которого вся победа, у которого ключи ада и смерти. Слава тебе, всемогущий Бог, за то, что ты держишь, Иисус, наших детей в своих надежных отцовских руках. Слава тебе, всемогущий, благослови сегодняшнее воскресное богослужение для детей наших, общение благослови, Господь Отец. Да насчет занятия Слово Твоего. Мы молились во имя Твою, Иисус Христос. Тебе вся слава, честь и хвала. И Церковь Божия скажет Аминь. Аллилуйя, слава нашим Богу. Золотые стихи. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение с друг с другом. Аллилуйя, слава нашим Богу. Если же ходим во свете, как и Он ходит во свете, то имеем общение с друг с другом. О, слава Богу. Молодец. Значит, хорошо молимся, потому что Евгений все-таки приехал. Слава нашим Богу. Я хочу пригласить. Здесь недалеко от Шумина проходило палаточное евангельционное служение. И Евгений хотел с нами сегодня поделиться. Слово можно на проекторе высветить. Евгений, город Минск. Евгений, я прошу тебя. Аллилуйя. Пусть Бог благословит. Меня Геннадий зовут. Очень приятно. Очень приятно. Добрый день, дорогая церковь. Огромная честь, радость и привилегия, что пригласили меня. И есть возможность сегодня быть с вами в этот день. Разделять это время Божьего присутствия. Хорошее время общения. И просто Божьего мира. Не знаю, как вы, но я зашел в этот зал и ощущаю такой Божий шалом, такой мир. Хорошо, приятно. А кому еще здесь приятно? Спасибо, что пригласили меня. И для меня, на самом деле, большая привилегия и честь, то, что мы знакомы только заочно. И это большое такое доверие служить вам. Ну, если в двух словах, кто я такой. Меня зовут Евгений Гуринович, как вы уже видели. Я из Беларуси, из Минска. Я знаю, что я не один здесь, из Минска. И поэтому я не случайно здесь. Есть какая-то взаимосвязь. Последние 20 лет я занимаюсь полным служением, проповедуя Евангелие в разных частях земли. Я бывал в более чем 40 странах и служил во многих местах, видя, как Бог совершает удивительные вещи в жизнях людей. И я очень рад, что могу быть сегодня с вами и делиться некоторыми мыслями, которые Бог положил в мое сердце. И я думаю, что Бог здесь для каждого из нас. Мы не случайно собираемся в воскресенье в церкви. Есть что-то особенное, когда мы можем собраться вместе. И однажды, как-то давно было в Испании, я готовился к одному воскресному служению и начал размышлять. Вот, Господи, вот соберутся люди, вот они придут на воскресное служение с какими-то ожиданиями. Интересно, чего они ожидают? Не знаю, был ли у вас такой вопрос, но вот у меня такой вопрос был. И я размышлял, о чем, что ожидают люди. И в этот момент я услышал, как Бог спросил меня, «А как ты думаешь, чего ожидаю я?» Мне показалось интересно. Вот представьте, мы собираемся каждое воскресенье в церкви, собираемся вместе. И Бог спрашивает, «Как ты думаешь, чего ожидаю я?» Надеюсь, у вас уже идут мысли, всякие предположения, идеи в это время, пока я делаю паузу. И я начал думать. Я думаю, Господи, ну, ты ожидаешь, что мы будем поклоняться, молиться, сославить, еще что-то. И я перечислял какие-то вещи. И я услышал, что Бог говорит, «Ну да, это все, конечно, правильно, но на самом деле я ожидаю других вещей». Вам интересно, что Он мне сказал? И вот что Он мне сказал, Он говорит, «Я ожидаю, что некоторые из тех людей, которые придут, откроют свое сердце и разрешат мне прикоснуться к ним». Он говорит, «Я ожидаю, что некоторые разрешат мне исцелить их». Если ты сегодня болен, знаешь, Бог ожидает, что ты разрешишь Ему сегодня сделать чудо для тебя. Он говорит, «Я ожидаю, что некоторые разрешат мне вдохновить их, кого-то ободрить, кого-то поддержать, кому-то показать путь, кого-то благословить, кого-то нацелить, кого-то вдохновить. Знаете, я осознал этот момент, я знал это, но я вдруг понял снова, что наш Бог – даятель. Когда мы собираемся вместе, Он не приходит, чтобы посмотреть, чем мы Его порадуем. Он приходит для того, чтобы что-то дать каждому из нас. Он сегодня пришел с подарком для каждого. Ты, может быть, не был до конца уверен, что ты сюда придешь, но Бог знал. И Он что-то приготовил для каждого из нас. И вот сегодня, знаете, я иногда представляю эту картину. Перед тем, как мы прийти, пришел Господь, и Он разложил целую гору подарков. Представьте, вот как Рождество, такие цветные коробочки все запакованы. И каждый подарочек для каждого из нас. Я не знаю, какой вам сегодня нужен подарок, но Бог знает. И Он сегодня приготовил для каждого из нас. И вот вопрос, будем ли мы достаточно открыты, чтобы протянуться и взять свой подарок. Когда я осознал этот принцип, у меня просто перестали быть скучные служения. Какое бы ни было скучное служение, знаете, я бывал в разных местах. Я бывал в странных местах иногда. Но насколько бы странное место не было, Бог всегда приходит туда, где Его ожидают. И у Него всегда есть что-то для меня. И если я сегодня буду самым скучным проповедником, который когда-то стоял за этой кафедрой, все равно здесь есть Бог, который что-то приготовил лично для тебя. И если сегодня тебе нужна помощь, просто прими ее. Он настолько добрый, и Он любит каждого из нас. И у Него есть хороший план для нашей жизни. Я верю, что Бог добрый. Я верю, что Он любит каждого из нас. И я верю, что у Него есть хороший план для нашей жизни. Но Он ожидает, когда мы разрешим Его доброму плану осуществиться в нашей жизни. Я помню, однажды проводил служение здесь не так далеко, в городе Габрово. Кто был в городе Габрово? Вы были. А кто оттуда? Никто. Ну, буду тогда рассказывать эту историю, не можете проверить. Ну, на самом деле, это правдивая история. Вы можете, я не помню, как называется церковь. Думаю, там немного церквей. Но вы можете проверить. И вот я начал служение, и я рассказывал о том, что у Бога хороший план для нас. И я говорил, что если мы разрешим, то Божий план начнет осуществляться в нашей жизни. Помните молитву Отча Наши? Помните? И там есть такие интересные слова. Иисус говорит, молитесь так. Пусть воля, которая у тебя на небесах, она осуществится здесь, на этой земле. Помните такие слова? Наверняка мы много раз повторяли. Но задумывались ли мы, что на самом деле Иисус не случайно оставил эти слова? Он сказал, что в ваших руках есть право, есть выбор, есть решение разрешить Божьей воле осуществляться в нашей жизни. Когда мы это осознаем и начинаем таким образом обращаться к Богу, Он начинает действовать. И вот я начал на ее служение, только начал говорить. И смотрю, с левой стороны одна женщина такая пытается приподнять руку. Как будто бы вот она смущается, но у нее есть вопрос. И я посмотрел на нее, вот примерно где Ян и Катя сидят. И я говорю, у вас есть вопрос? Она такая, не, не, не. И я продолжаю проповедовать, продолжаю, продолжаю. Смотрю на эту женщину, она опять тянет руку. Я говорю, у вас вопрос? Она, не, не, не. И я продолжаю, говорю, смотрю, передо мной сидит бабушка, свиньсяла голову, думаю. Да я не успел начать говорить, она уже уснула. Думаю, что сегодня со мной не так? И я продолжал говорить. И эта женщина, я как ни посмотрю, она все выше и выше руку тянет. И мне все время казалось, что у нее какой-то вопрос. Но если не рассказывать подробности, когда заканчивалось служение, я пригласил людей засвидетельствовать, что Бог сделал на этом служении. И первая вышла эта женщина, которая тянула руку. И она говорит, полгода назад я попала в аварию, большой грузовик сбил меня. И у меня не было денег на нормальное лечение, и мои кости срослись неправильно, и моя рука не поднималась. И она говорит, когда я услышала, что Бог сегодня хочет меня исцелить, я начала действовать. Она говорит, я начала поднимать руку, и все служение, она продолжала поднимать руку. И к концу служения, она говорит, моя рука уже полностью работает, моя нога сгибается, и я полностью исцелена. И я думаю, вау, слава Богу. И вдруг идет эта бабушка, которой я думал, что она спала. И вместе с ней идет внучка, плачет. Я спрашиваю, у вас что случилось? Ну такая взрослая внучка. Она говорит, у моей бабушки была, не помню, как называется эта болезнь, но ослабли мышцы шеи. Ее голова просто висела. Я думал, что она склонила голову и спит, а на самом деле эта проблема была с шеей. Из-за этого она не могла даже сама ориентироваться в пространстве. Ее нужно было постоянно водить. Но пока она сидела на этом служении, Бог прикоснулся к ней и исцелил ее. Ее шея укрепилась, и она нормально начала уже работать. И другие были свидетельства. К чему я это говорю? Бог сейчас здесь ради того, чтобы укрепить нас, вдохновить нас, исцелить нас, наполнить нас, зажечь нас, чтобы мы, как эффективные Его делатели, могли двигаться дальше, проповедовать Евангелие, совершать дела, для которых Он создал нас, избрал нас, поставил, подготовил и высвободил на Ниву Божью. Кто согласен, скажи аминь. В вашем собрании можно говорить аминь? Я искал воду, но не нашел. Спасибо большое. Если найдется вода... Простите за наглость, еще не заработал уже. Авансом, да. А во сколько обычно у вас заканчивается служение? А, ну, ты сказал. Мысль, которую я хотел с вами сегодня поделиться... Ну, все, теперь могу долго говорить. Никто не хочет воды тоже. Однажды я сидел на служении, и мне кажется, я умирал от жажды. Я сидел в первом ряду, мне как-то было неудобно уйти куда-то, искать воду. И вот я сижу, задыхаюсь от жажды, и проповедник берет стакан воды и начинает неспешно пить. И в этот момент я думал, я уже упаду со скамейки, и просто умру там на земле. И с тех пор всегда, когда я пью перед людьми воду, я думаю, может быть, еще кто-то сейчас так же задыхается. Ну что, я вернусь к мысли, которую я хотел с вами поделиться сегодня. Я хотел с вами немножко поговорить сегодня о времени. И я много размышляю об этом. Я много размышляю о том, для чего мы здесь на этой земле. Я думаю, вот интересно, гораздо удобнее было бы, чтобы люди, когда рождаются свыше, они сразу же уходили к Господу. Ну, как бы не успел отпасть, не успел согрешить, не успел наделать глупостей. Родился свыше, такой счастливый, прекрасный младенец. Все, он уже готов отправиться к Господу в вечность. Но по какой-то причине мы остаемся здесь. По какой-то причине мы не уходим сразу в вечность. Мы продолжаем находиться на этой земле. И мы претерпеваем много каких-то обстоятельств, много искушений, много иногда сражений, каких-то еще вещей. Но во всем этом есть определенная цель. И цель наша с вами не просто добраться на небеса, а Бог создал нас с важной целью. И мне нравится то, что апостол Павел сказал о нас в послании Коринфянам. Второе послание Коринфянам 5, 20, 21. Апостол Павел говорит, «Итак, мы представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа, примиритесь с Богом. На безгрешного Бог возложил вину за грехи людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом». О чем здесь говорит апостол Павел? Он говорит, мы представители Христа. О ком он говорит? О нас. Кто-то правильно сказал. О каждом из нас. Мы, когда рождаемся свыше, мы, когда приглашаем Бога в нашу жизнь, мы, когда соглашаемся, чтобы Иисус просил наши грехи и жил в нашем сердце, в этот момент мы становимся представителями Христа. И я много размышляю о том, кто же такие представители. Я думаю, что вы живете, большинство из вас живет не в своей, не в той стране, где родился. И вам, наверное, понятны принцип представительства. Вам приходится сталкиваться с различными консульствами и так далее. И я часто, бывая в различных посольствах, получая различные визы, размышлял. Вот в посольстве работают представители той страны, чье посольство есть. Ну, получаю, я везу там, например, в Индию. И там работают представители Индии. Я получаю визу там в Америку. Там представители Америки. И я размышлял, что же такое представители. И есть как минимум три мысли, которые говорят мне о том, кто такие представители. Первое. У представителей есть задача. Апостол Павел говорит, что мы с вами представители Христа. Он избрал нас, чтобы мы были его представителями здесь, на этой земле. Мы не случайно на этой земле. Мы здесь посланы им с определенной задачей. Если помните, водное крещение, оно символизирует, что мы умираем, мы погребаемся под водой, и мы потом воскрешаем. Мы воскресаем, как новые люди. Мы рождаемся, мы приходим в этот мир, как новые люди. Мы становимся вот этими вот представителями Христа. И какая же задача у представителей Христа? Представлять интересы Христа на этой земле. А какие его интересы, или какие его желания? И я однажды обнаружил, что у Бога есть мечта. Знаете, какая мечта у Бога? Я вообще много размышлял об этом и думаю, что мы с вами можем быть исполнителями Божьей мечты. У него есть мечта. Она написана в Первом послании Тимофея 24. Первое послание Тимофея 24. Там написано, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и все достигли познания истины. Однажды мне было так хорошо, я поклонялся, я благодарил Бога за что-то, я говорил, Господи, ну чем я могу воздать Тебе мою благодарность? Что я могу сделать? Я могу громко кричать, я могу много петь, я могу прыгать или еще что-то. И я был настолько впечатлен или восторжен. И в этот момент я осознал, что то, что на самом деле касается его сердца, это когда мы идем и благовествуем о нем. Когда мы рассказываем о нем другим людям. В Евангелии от Луки в 15 главе написано, что на небесах происходит огромный праздник, когда один человек, один грешник кается. Подумайте об этом. Мы с вами можем создавать праздник на небесах каждый раз, когда мы идем и проповедуем Евангелие. Мы с вами призваны к этому. Это наша способность, это наше предназначение, это наше право, и это наше привилегие быть представителями Христа. У нас есть задача распространять Царство Божие на этой земле. Иисус сказал в Евангелии от Матфея в 6 главе, что у язычников, у неверующих людей, у них есть три заботы. Что есть, что пить, во что одеться. Он говорит, но вы же другие. Вы же можете заботиться о другом. Ваш Небесный Отец знает о ваших физических нуждах. Ваша задача – искать Царство Божие, расширять Царство Божие, распространять Царство Божие на этой земле, приводить в это Царство других людей, приводить людей ко спасению. Это наша с вами привилегия, которой мы с вами призваны. Кто-то скажет, нет, к этому призваны только евангелисты. Может, уже кто-то так и подумал. Но мне нравится, что написано Деяние, 1 глава, 8 стих. Деяние 1, 8. Там много интересных вещей написано. Но что интересно, Иисус сказал, Он говорит, когда на вас сойдет Дух Святой, вы получите что? Силу. Для чего мы ее получим? Будете мне свидетелями. В Иерусалиме, по всей Иудее и даже до края земли. Интересно, если на вас сошел Святой Дух, то вы получили способность быть свидетелями. Он не просто сказал вначале, что я даю вам задачу идти по всему миру. Он сказал, я снаряжу вас силой, я снаряжу вас способностью, я наполню вас этой способностью быть моим свидетелем по всему лицу земли. Он не сказал, вы будете распространителями теологических доктрин. Он не сказал, когда сойдет на ваш Дух Святой, вы будете распространителями церковных обычаев или обрядов. Он сказал, вы будете моими свидетелями. Друзья, это замечательная мысль быть свидетелем Иисуса. Чем могут поделиться свидетели? Своим свидетельством. Тем, что мы пережили и то, что мы знаем. Очень просто. Две вещи. Иисус сказал, что когда Дух Святой придет на вас, у вас появится вот эта способность, мудрость, знание, помазание быть свидетелями Иисуса. Мы можем рассказать то, что мы пережили в нашей жизни, и мы можем рассказать то, что мы знаем о Нем. Это очень просто. Он послал нас, Он сделал нас представителями, и мы призваны к тому, чтобы идти по всему лицу земли и рассказать людям Евангелие. Это то, ради чего Он сотворил нас. Это то, что Он ожидает от каждого из нас. Это то, кем мы являемся на самом деле. Я думаю, что многие из вас, когда вы родились свыше, у вас внутри появилось сильное желание идти проповедовать Евангелие. И помните, мы шли к людям, мы начинали говорить что-то. Было у кого-то такое? Было. И мы говорили, и иногда замечали, что мы говорим, и думаем, вау, откуда я это знаю? Кто-нибудь переживал такое? Это Дух Святой, который действовал через нас. А помните вот эту радость, когда один человек обращается к Богу? Кто переживал большую радость от этого? Переживали, да? И я думаю, зачем нам отграничить себя в этой радости? Мы можем разрешать себе чаще иметь эту радость, делиться с людьми, давать возможность людям услышать Евангелие. Мы представители Христа. Он сотворил нас, чтобы мы могли представлять Его интересы на этой земле. Вы знаете, люди ждут нас, они нуждаются в нас, они хотят услышать, они как будто бы случайно ходят мимо нас, но на самом деле они нуждаются в том, что мы знаем, то, что есть у нас. Я недавно шел в Беларуси, в одном небольшом поселке, мы проводили тоже палаточный фестиваль, и я столкнулся с одним человеком. Он выглядел немножко странно, был весь какой-то слегка, мне кажется, выпивший, взъерошенный, куда-то торопился. И я начал разговаривать с ним, пригласил его на фестиваль, он говорит, я не могу, я спешу, я вообще очень занят. И я продолжил с ним разговаривать. Знаете, если я уже смог с человеком заговорить, для меня достаточно сложно заговорить с людьми. Кому еще тяжело заговорить с людьми? О, я не один, слава Богу. Но если уже заговорил с человеком, то есть возможность ему что-то сказать. И я продолжил с ним разговаривать. И знаете, чем больше я с ним говорил, тем больше его сердце открывалось. Эти всякие вот стены, они начали рушиться. Очень часто мы сталкиваемся с человеком, и он такой, как ежик. Ты с ним начинаешь говорить, он такой, все, меня не трогайте, мне ничего не интересно, я вообще тут очень занятой человек. Но чем больше ты начинаешь говорить с ним, тем легче ты касаешься его сердца. Тем больше Дух Святой начинает касаться его сердца, и его сердце открывается к тому, чтобы послушать. И я начал больше разговаривать с ним, он поделился своими какими-то нуждами. Я рассказал, что Бог делал в моей жизни. Я помолился вместе с ним. И знаете, он уже никуда не торопился. Господь коснулся, он стоит и плачет. Я предложил ему помолиться за исцеление, помолился за его исцеление. Бог прикоснулся к нему и исцелил его. Он там начал прыгать, приседать, радоваться, и счастливый пошел домой. Я думаю, интересно, но не случайно мы встретились с ним на дороге. У Бога был план достучаться до сердца этого человека. У него было желание что-то сделать в его жизни, но мы иногда не замечаем это. Мы иногда проходим мимо, мы иногда сталкиваемся с этими людьми, мы иногда игнорируем их. Мы представители Христа. Осознай, ты не просто какой-то человек, ты Божий представитель. У тебя есть поручение, у тебя есть задача, у тебя есть ответственность от Бога. Второе, что значит представитель Христа? Это значит, у нас есть ответственность соответствовать Ему. Очень часто люди судят о Боге, глядя на нас. И я не буду долго об этом говорить, но часто люди составляют свое представление о Боге по христианам. И возможно, вы так же, как и я, сталкивались с людьми, которые говорили, я разочаровался в Боге, потому что, вот я столкнулся с христианами, они были не самыми лучшими людьми. Кто-нибудь слышал такие истории? К счастью, не все, но многие. Да, мы иногда несовершенные люди, но нам нужно стремиться соответствовать того, кого мы представляем. Нам нужно стремиться соответствовать великому Богу. Нам нужно еще больше познавать Его. И я хочу сказать вам, для того, чтобы представлять Его, нам надо больше знать Его. Кого мы представляем? Какой Он? Больше познавать Его, стремиться к Нему, узнавать Его характер, узнавать Его отношения, узнавать Его сердце, узнавать, что у Него есть для нас. И, знаете, соответствовать Ему, это не только обязанность выглядеть как-то очень, очень чинно. Мне понравилось, как сказал один проповедник. Он говорит, я, мы, говорит, выглядели очень так религиозно, очень так строго. И Он говорит, я думал, что мы выглядим духовно. Говорит, спустя время я понял, что мы были просто страшные. Мы не просто делаем такой набожный вид. Мы соответствуем Богу, любящему, живому, милующему, благословляющему, заботящемуся, являющему благодать и милость. Мы сами в своей жизни можем переживать. Друзья, Бог так много приготовил для нас. И нам стоит узнавать, что Он для нас приготовил. Я люблю говорить людям, знаете, наш Бог очень много чего нам наобещал. Задумывались вы об этом или нет? Есть столько обетований в Библии, есть столько обещаний, Он вообще наобещал нам так много, что если мы задумаемся об этом, если мы начнем ожидать этого и востребуем это, мы будем наслаждаться тем, что Он для нас приготовил. Но многие христиане, они обмануты. Они говорят, о, нет, это, наверное, не для меня, о, это только для некоторых, я недостоин, я тут еще какой-то. Подожди, я не нахожу, чтобы Он кого-то градировал и говорил, это только для самых хороших. Будет исцелен только самые красивые. Ну, ты так не очень, ты, извини, останешься больным. Или я хочу благословить, но не всех, только тех, у кого светлые волосы. Ты родился с темными, извини, благословения уже разобрали. Нет. Да, фейс-контроль не прошел, извини, это не для тебя. Нет, мы не видим такого. Мы видим множество Его обещаний для каждого из нас. И единственная проблема, знаем ли мы их и разрешаем ли мы им приходить в нашу жизнь. Друзья, мы можем научиться разрешать Божьим обещаниям приходить в нашу жизнь. Поэтому Писание говорит, что когда мы познаем истину, эта истина освобождает нас. Поэтому я вижу десятки тысяч исцелений везде, когда люди узнают истину. И одно из больших заблуждений, в котором находятся многие люди, они не знают истину об исцелении. Они находятся в болезнях, они, как в послании Коринфянам написано, не размышляя о теле Господне, многие из них немощны, больны и немало умирают. Они не знают о том, что им принадлежит на самом деле. Я недавно был в Монголии, мы проводили палаточный фестиваль. Множество удивительных чудес я видел. Был бы рад, чтобы вы увидели то, что видел я. И интересно, один из дней мама привезла сына. 25 лет было сыну, они двое суток ехали, не знаю на чем, чтобы добраться к нам туда, на палатку. А вам можно рассказывать истории? Вам нравятся истории? Так вот, они двое суток ехали, чтобы попасть на палатку. И у этого сына, у него была последняя степень рака, и врачи уже не давали ему никакой надежды на жизнь. И вот мама узнала о том, что проходит такой фестиваль, и она везла его туда, на этот фестиваль, туда в палатку, она привезла его, и он был настолько в плохом состоянии, что он не мог стоять, он не мог ходить, он не видел людей, он уже не различал лица у него, он практически потерял зрение, все плыло у него в глазах, и вот, но у него появилась надежда. И он по дороге туда читал, точнее, мама ему по дороге туда читала Библию, и они вспомнили эту историю. Помните, когда женщина сказала, хотя бы к краю одежды прикоснулась Иисуса, выздоровею. И так интересно получилось, что когда они приехали в палатку, я как раз проповедовал об этой женщине. И это слово звучало, что хотя бы к краю одежды прикоснуться. И вот в конце я приглашаю людей на молитву, и они вышли вперед. И знаете, и он тянется прикоснуться к моей одежде. И на завтра, когда они пришли, когда вот мы помолились, что-то, что-то начало происходить в его теле. На завтра, когда они пришли, он начал рассказывать подробности, как он переживал очищение от всех этих вещей, которые были в его теле. и ночью он пережил вот это какое-то очищение, когда из него вышла опухоль, вышли кровь, вышла все, всякие вещи. И, говорит, когда я проснулся утром, я был совершенно здоров. У меня восстановилось все мое тело. И он пришел, говорит, я хочу сказать тебе, что я принял решение служить детям и молодежи. И я буду рассказывать о том чуде, которое Бог сделал для меня. Познайте истину, и истинность сделает вас свободными. Знаете, я верю, что Бог хочет, чтобы его дети, они были счастливыми, они были здоровыми, они были полны сил и жизненной энергии. Кто хотел бы себе армию больных, каких-то странных, там, изувеченных людей? Есть такие люди? А кто хотел бы себе живую, сильную, помазанную армию? Есть? Я думаю, что Бог именно таких ожидает своих представителей, чтобы мы были полны сил и жизненной энергии, независимо от нашего прошлого, независимо от нашего настоящего. Он приготовил для нас невероятно хорошее будущее. У Него есть хороший план для нашей жизни. И мы можем познать эту истину, согласиться с ней и позволить ей действовать в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. И кто согласен, может сказать аминь. Принимайте, соглашайтесь, позвольте Божьим чудесам происходить в вашей жизни. Я постоянно вижу чудеса. Здесь, в Шумине, интересные были тоже истории. Один дедушка пришел, у него были больные ноги, он с трудом ходил. Он говорит, последние годы он очень сильно работал. И из-за работы его ноги настолько начали болеть, что он ходил с палочкой, согнутый. Он с трудом добрался к нам в палатку. И я помню, он вышел на молитву, и после молитвы я спрашиваю его, как ваши ноги? Он говорит, болят еще. И я говорю, давайте продолжим верить. И я не знаю, в какой момент, может быть, по дороге домой вы обнаружите, что вы исцелены. И мы еще с ним помолились, и он пошел домой. На завтра он пришел самый первый, его глаза светились. И я говорю, как вы себя чувствуете? Он говорит, я как молодой, я исцелен. Говорит, боль ушла, опухоль оставила меня. Я теперь могу приседать, бегать, прыгать. И он там бегал и славил Бога. Друзья, Бог продолжает делать чудеса. И я не знаю, какая у вас сегодня проблема, но Бог знает. И Он готов освободить вас от нее, чтобы вы могли наслаждаться жизнью, двигаться вперед и быть эффективными в деле Его. Нам некогда останавливаться. Вообще, я больше хотел говорить о времени, не знаю, как мы сползли на представителей, но время последнее. Это одно и то же почти. Так вот, мы представители Христа и нам нужна соответственность. И третье, у нас есть привилегия пользоваться благами той той стороны, которая нас послала. Подумайте об этом. Если ты представитель, я помню, в Беларуси был очередной экономический кризис. Доллар подорожал там в три раза. Все были в панике. Люди обеднели. Все, много бизнесов прогорело. Многие люди, они находились в напряжении. И я помню, в это время прихожу в какое-то посольство получать визу и все люди мне рассказывают, как тяжело я нахожусь в посольстве, а им не тяжело. Их зарплата не зависит от экономической ситуации в Беларуси. Есть страна, которая послала их и которая гарантирует им их заработную плату. И я смотрю на них и думаю, вау, ведь мы точно такие же. Нас послал великий Бог. И Его обеспечение не зависит от экономического кризиса в этой стране. Он наш обеспечитель. Он тот, который заботится. Он тот, который самый богатый, самый щедрый, самый добрый, самый мудрый, самый сильный. И нам нужно отказаться от нищенского мышления. Друзья, нам нужно расширять наше мышление. Я последнее время много думаю о прямой взаимосвязи между финансированием и молитвой о мире или там о спасении города. Вот скажите, вы молитесь вообще за спасение Варны? Есть такие люди? Зря вы подняли руку. А сколько в Варне живет людей? 350, 500 тысяч, наверное, с нелегалами. 400. Возьмем среднее, ладно, 400. Так вот, представьте, в Варне живет 400 тысяч человек. И если вы молитесь о спасении 400 тысяч человек, если вы на самом деле хотите, чтобы 400 тысяч человек спаслось, мы можем это все перевести в финансовую сферу. Простите, если буду говорить слишком практично. Подумайте. Существует разные расчеты. Но спасение одного человека стоит в эквиваленте какую-то сумму денег. Для того, чтобы какой-то человек был спасен, нужно потратить какие-то деньги. И это я могу механически доказать и духовно могу доказать. Если вы откроете Римлянам 10 главу, там написано, что каждый, кто призовет имя Господне, спасется. Помните? И дальше апостол Павел развивает эту теорию. Он говорит, но как призвать того, кого не уверовали? Как уверовать, если ты о нем никогда не услышал? Как услышать, если не будет кого? Проповедующий. А как будут проповедовать, если не будут что? Посланы. То есть, за спасение платят трое. Вы, наверное, знаете это. Первое, заплатил Иисус. Он пролил свою кровь на кресте. Он оплатил большую часть спасения людей. Второе, платит своей жизнью тот, кто идет и проповедует Евангелие. Он тратит свое время, часть своей жизни для того, чтобы пойти и проповедовать Евангелие. Третье, платит какой-то человек, который финансирует того, кто идет проповедовать Евангелие. То есть, три личности платят за спасение одного человека. И если мы сегодня переведем эту финансовую сферу, то самый минимум, который я могу предположить, что для спасения человека нужно хотя бы 10 евро. Это самый минимум. Я где-то недавно читал статистику, что для спасения одного человека в Соединенных Штатах нужно почти 34 тысячи долларов. Слава Богу, в наших краях меньше. Дешевле, да. Людей можно спасать дешевле. Ну, что это значит? Ну, предположим, вы проводите какой-то евангелизационный проект. Любой. Вы на него тратите деньги. Это правда? Ну, даже если вы просто лично пойдете на евангелизацию, вы потратите деньги, чтобы купить талон, доехать в какую-то часть города и для того, чтобы кому-то проповедовать. Это самый дешевый вариант. Но если мы целенаправленно организуем какой-то евангелизационный проект, он стоит каких-то денег. И на этом евангелизационном проекте люди обращаются к Богу. И если мы возьмем всю сумму денег, которые мы потратили на евангелизационный проект и поделим на количество покаявшихся людей, мы поймем, сколько стоило спасение одного человека. Я вас не замучил еще цифрами? Понимаете? Левая часть, я вижу, меня больше понимает, чем правая. К чему я-то? К тому, что спасение чего-то стоит. Так вот, если спасение одного человека стоит хотя бы 10 евро, то когда вы молитесь о спасении Варны, вы молитесь как минимум о 4 миллионах евро. Подумайте об этом. Нам нужно расширить наше мышление. Нам нужно согласиться, чтобы Господь благословлял нашу церковь. Нам нужно согласиться, если мы не хотим принять такие суммы, как мы можем поверить, что эти люди спасутся? Нам нужно быть просто честными. Знаете, я против религиозных молитв. Я против нечестных молитв. Я против того, когда мы обманываем Бога. Я против этого. Мне не нравится, когда люди говорят слава Богу и не вкладывают в это никакого смысла. Это то, что сказал Иаков. Сказать, я люблю тебя, а потом иди грейся, питайся. И ничего не сделать для этого человека. На самом деле, если мы говорим Богу, что мы хотим, чтобы это место было спасено, нам нужно прилагать усилия. Согласны? Я помню, мы приехали командой проводить евангелизацию в одном поселке и там была не очень большая церковь, но я попал как раз на молитвенное служение. И вот эта церковь очень ревностно молились о спасении своего поселка. Они так молились, что я был вдохновлен. Я слушал их молитвы, они со слезами, с неким рыданием и воплем душевным, они вопияли к Богу, чтобы каждый человек, взрослый и маленький, в этом поселке был спасен. Я когда слушал эту молитву, я настолько вдохновился, ну знаете, я человек обыкновенный. Я слышу людей и я верю им, доверчиво, скажем так. И я в конце служения говорю, знаете, меня впечатлила ваша молитва. И я думаю, что мы с командой приехали сюда не случайно. Бог услышал вашу молитву, вы хотели получить, чтобы, ну, ваш поселок был спасен. И вот мы приехали для того, чтобы послужить здесь. Мы будем проводить евангелизацию. И мы, ну, мы приехали с программы, у нас есть план, что мы будем делать, как мы будем делать. И я говорю, вот через два дня будет эта евангелизация. Люди придут. Я подготовил для вас специальные анкеты. Мы купили там печенье, чай и кофе, чтобы после евангелизации пообщаться с людьми. Мы все подготовили. Ваша задача просто быть там, поддержать нас, познакомиться с этими людьми, которые покаятся. Они точно покаятся. Знаете, я обнаружил, что нету недостатка в людях, которые обращаются к Богу. Есть недостаток в тех, кому они нужны. Многие христиане молятся о том, чтобы люди спасались, но когда они спасаются, они никому не нужны. И это парадокс. И мне это очень больно на это смотреть. И я говорю, хорошо, вот я подготовил анкеты. 15 вопросов. Если вы не знаете, о чем поговорить с неверующим человеком, я просто дам вам эту анкету. 15 вопросов. Ну, наверное, вы тоже сталкивались, как и я. Начинаешь говорить с новым человеком, говоришь, ну, как дела, как ты сюда попал, и потом такой, и забыл, о чем еще можно поговорить. Было у кого-то такое? И я написал, я просто сидел, однажды поработал над этим, написал 15 вопросов. Простые, наводящие, о его впечатлениях, о его семье, о каких-то там желаниях, о его, может быть, нуждах и так далее. 15 вопросов, которые можно просто по ходу человеку задать, чтобы завязать с ним общение. И вот суббота. Евангелизация. Мы распространили много рекламы. Мы подготовили сцену, поставили аппаратуру. И вот началась наша евангелизация. И туда, на эту площадку, пришло, может быть, около 150 неверующих человек. И знаете, сколько людей пришло из этой церкви? Один. Один. И когда я смотрел на это, мне было настолько горько, я подумал, люди врут Богу. Они говорят, Господи, хотим, чтобы люди спасались, а на самом деле они не смогли выделить несколько часов, даже не всю жизнь, а всего несколько часов, чтобы увидеть ответ, поучаствовать в ответе на их молитву. Я понял, что мы иногда несерьезно относимся к тому, о чем мы молимся. Вот почему Иисус сказал, что если вы скажете горе переместиться и серьезно отнесетесь к этим словам, не усомните в своем сердце, то есть у вас будет серьезное отношение, Он говорит, Он сделает это для вас. даже такую странную вещь, как перемещение горы из одного места в другое, Он сделает это для вас, если вы будете серьезно относиться к словам вашей молитвы. Я думаю, что нам нужно просто серьезно относиться к тому, о чем мы просим. Нам нужно позволять Богу благословить нас, нам нужно позволить Богу восстановить нас, укрепить, исцелить. И я хочу вдохновить вас, если сегодня кто-то из вас нуждается в исцелении, сегодня хороший день для того, чтобы уйти отсюда, совершенно исцеленным человеком. Я недавно проходил медкомиссию водительскую, знаете, когда получаю, короче, каждый водитель, каждые пять лет должен проходить медкомиссию. Не знаю, как здесь, но вот у нас в Беларуси так. Ну, я почему-то два года забывал об этом. Короче, прошло семь лет с прошлой медкомиссии. И я прихожу к врачу, и они смотрят мою медицинскую карточку, говорят, а где вы лечитесь? Я говорю, я нигде не лечусь. Они говорят, так не бывает. Вы знаете свой возраст, я говорю, да. Они говорят, в вашем возрасте у вас должен быть вот такой вот список болезней. Я говорю, спасибо, но у меня их нет, и они мне не нужны. Она говорит, нет, вы где-то все-таки лечитесь. Расскажите, кто ваш лечащий доктор. И я говорю, ну, хорошо, я вам расскажу. Я говорю, знаете, однажды я узнал о Боге, и Он мой целитель, и я совершенно здоров. Она говорит, мне трудно в это поверить, но пройдите обследование. Я прошел обследование, и они говорят, да, странно, но абсолютно здоров. И когда я пришел в другую поликлинику уже получать эту справку, они говорят, а где вы лечитесь? Невозможно, чтобы 7 лет человек не обращался к врачу. Я говорю, все возможно верующему. На самом деле, Бог действует в нашей жизни. Когда мы узнаем истину, Он исцеляет нас. К сожалению, не успел на служение, где-то здесь едет мой младший сын. Когда он родился, 16 лет назад, моя жена позвонила мне из роддома, и она плакала. И она говорит, врачи забрали его, у него обнаружили гидроцефалию головного мозга, сказали, что будут делать операцию, что у него вообще он, ну, будет неправильное развитие, и многое-много, всякая ерунда, наговорили. Я, когда этого слышал, говорю, перестань плакать. Я говорю, это невозможно. Мы дети Божьи. Мы Его представители. Апостол Павел говорит, мы представители Христа. Мы Его представители. Мы Его дети. Это невозможно. Это наш сын. И невозможно, чтобы к Нему пришла какая-то немощь и болезнь. Я не позволяю никакой немощи, никакой болезни быть в теле у моего ребенка. Во имя Иисуса запрещаю, провозглашаю Божью охрану и защиту. Я говорю, перестань плакать. И даже не молись. Просто наслаждаясь тем, что Бог сделал чудо. И через день-два Его вернули. И я не буду рассказывать все подробности. Ему 16 лет. Не так давно исполнилось. И он проходил медкомиссию вместе со своим классом. И он вернулся оттуда впечатленно. Он говорит, я даже не знал, насколько я здоров. Он говорит, я думал, все такие здоровые. Но, говорит, когда мы пришли к врачу, у каждого такая, как Библия, знаете, карточка с болезнями. А у меня всего несколько страниц. Родился, взвесился там. Такие-то, такие-то проходил обследование. И все. И больше никаких болезней. Бог совершает чудеса. Мы Его дети. Мы Его представители. Он желает, чтобы мы имели совершенное здоровье. Он заплатил за наше исцеление. Он купил для нас благословение. Он заплатил за наш мир и радость. Он купил для нас возможности. Мы Его представители. Мы призваны идти и благовествовать о Нем. Мы призваны соответствовать Ему. И мы имеем привилегию пользоваться тем, что принадлежит Ему. Мы Его представители. И нам нужно осознавать, что однажды наш путь на этой земле закончится. Знаете, однажды я смотрел передачу Катрин Кульман. И она сказала интересную фразу, которая очень коснулась моего сердца. Она говорит, однажды мой путь на этой земле закончится, и я предстану перед Богом. И мне кажется, он посмотрит на меня и спросит, что ты сделал относительно того предназначения, которое я имел для тебя. Может быть, кто-то смотрел эту передачу. Смотрели, да? И она сказала такие слова. Я хочу посмотреть Ему в глаза и сказать, я старалась. И я тогда принял такое решение. Я тоже хочу посмотреть Богу в глаза и сказать, я старался. Апостол Павел сказал интересную мысль. Есть у вас силы еще послушать? Есть несколько, да? В Ефесянам 5 глава 15-17 стих. Он говорит, итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. И так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Апостол Павел призывает нас обращаться со временем осторожно, быть рассудительными, быть мудрыми, разумно относиться ко времени. Мне нравится, недавно слышал одну песню, старая советская песня. Есть только миг между прошлым и будущим. И этот миг называется жизнь. Знаете такую песню? Есть люди в вашей церкви, которые могут ее спеть. Хорошая очень песня с глубоким смыслом. Апостол Павел говорит, что нам нужно правильно смотреть на время. Оно проходит, его не вернуть. И я заметил, что, к сожалению, иногда мы, христиане, живем в двух заблуждениях или в трех. Некоторые думают, что однажды будет хорошо, что однажды придет что-то, однажды будет пробуждение, однажды Бог решится, согласится, соблаговолит и принесет что-то доброе. Вторые люди живут в прошлом. Они говорят, вот когда-то, вот в девяностых, вот это были времена, вот тогда, вот это были времена. И третье, хуже, они уверены, что в настоящем самое неудачное время. Ну, конечно, есть четвертые, которые мудро используют время. Но знаете, апостол Павел говорит, не обманывайтесь, не живите будущим, не живите прошлом, не будьте уверены, что сегодня неудачное время. Я думаю, что сегодняшний Бог, сегодняшний день, Бог сотворил не напрасно. Помните, может, у вас тоже пели песню «Этот день сотворил Господь». Да. Бог сотворил этот день не напрасно. Не для того, чтобы мы ждали когда-то. Не для того, чтобы мы ждали будущего. Не для того, чтобы мы мечтали, что однажды все изменится. Друзья, нам нужно научиться быть эффективными сегодня. Сегодня мы призваны сделать максимум из того, что мы можем. сегодня Бог способен действовать через нас эффективно. И я понял, что Бог настолько заинтересован в спасении всего мира, что Он следит за тем, чтобы ситуация в каждом месте, она была благоприятная. Иисус однажды сказал, Иоанна 4 глава, Он говорит, не ваша ли это идея? Или не говорите ли вы, что еще 4 месяца и что придет? Будет жатва. пробуждение. Если сказать на современном переводе, не говорите ли вы, что еще 4 месяца и придет пробуждение? Он говорит, я же говорю вам, поднимите глаза. Смотрите, Иисус призывает нас к действию. Поднимите глаза и увидите, что жатва уже поспела. Время собирать урожай. И однажды Господь сказал мне, я смотрю на этот мир, как на готовую жатву. А как ты будешь на него смотреть? Он видит готовую жатву. Когда сегодня Бог смотрит на этот мир, Он видит готовую жатву. Он видит людей, которые готовы сегодня отдать свою жизнь Господу. Он видит людей, которые взывают к Нему, ищут Его и хотят Его найти. Я помню, в Германии проводили евангелизацию. И я пережил там один очень особенный такой момент. У нас была хорошая евангелизация. Мы делали на площадях, на улицах, там в русских таких поселениях для беженцев. И вот меня пригласили посетить одну бабушку. У меня не было времени, не было там... Ну, мы куда-то спешили, но я все равно к ней зашел. И когда я зашел к ней домой, я попал в маленькую комнатку. Совсем маленькая такая комнатка. она вышла из душа. У нее была такая штука с четырьмя ножками. Она ее пыталась чуть-чуть передвинуть, ее пальцы не сгибались. Она делала крохотный шажок такой, останавливалась, отдыхала и говорила, Господи, помоги мне. Потом еще чуть-чуть ее отодвигала, еще крохотный шажочек и говорила, Господи, помоги мне. И вот так она потихоньку двигалась. Я смотрел на нее, и я говорю, бабушка, может быть, вам помочь? Она говорит, нет, я должна пройти этот путь сама. И знаете, ей нужно было пройти, наверное, как от меня, вот до этой стены такое расстояние. Может быть, чуть-чуть больше. И она, я думаю, минут 30-40 шла это расстояние. Она чуть-чуть отодвигала и каждую несколько секунд она говорила, Господи, помоги мне. И еще маленький шажочек, Господи, помоги мне. И знаете, когда я стоял и ждал, пока она доберется до своей кровати, я думал и вспоминал то, что написано в исходе, я думаю, наверное, в 15, не помню в какой главе, когда Бог обращается к Моисею. И он говорит, я увидел страдания народа моего. Я увидел там издевательство над ними и так далее. И он говорит, и вот я иду избавить его. Помните? И он говорит, поэтому ты пойди и выведи народ мой. Друзья, с тех пор ничего не изменилось. Бог все так же идет избавить этот народ. Но ему нужны мы. без человека Бог не действует на этой земле практически никогда. Для проповеди Евангелия нужен человек. Мы хотели бы, может быть, чтобы Бог пошел и сам все сделал, но он ничего не сделает без нас. В этом особенность Нового Завета или великая тайна Нового Завета. Бог поселился в человека. Сегодня он живет в тебе и во мне. Его сила во мне, его помазание во мне, его мудрость во мне, его любовь во мне, его способности во мне, его могущество во мне, его мудрость во мне и все остальное, оно находится во мне. Скажи, и во мне. Бог пришел к вам. Пришел ли он туда с пустыми руками? Или он взял всю свою силу? И сегодня он точно так же хочет действовать через нас. Вот почему Иисус сказал, дела, которые я творю, и вы совершите, и даже больше их, потому что я к Отцу моему иду. Потому что он знал, что он придет и поселится в нас, и он все так же будет действовать через нас. Скажи, через меня. Он все так же хочет действовать через себя. Его способности находятся внутри каждого из нас. Нам нужно просто это уразуметь, осознать, поверить и разрешить высвободиться его способностям. Вот почему вы можете идти и благовествовать с радостью. Вот почему вы можете молиться за людей, они будут исцеляться. Вот почему вы можете верить и это будет происходить. Потому что тот же самый Иисус, который ходил во времена там две тысячи лет назад в Галилеи, сегодня Он живет в вас. И сегодня Он способен действовать через каждого из нас. И это не просто слова, это реальность. И весят нам первая глава апостол Павел молится. Я молюсь каждый день, говорит, чтобы вы уразумели ту силу, которая находится внутри каждого из вас. Сила, которой Бог воздействовал, воскресив Иисусу из мертвых. Она в нас. Я когда это осознал, я перестал молиться, чтобы Бог дал мне силы. Я понял, что внутри меня есть эта сила. Мне нужно научиться высвобождать эту силу. Мне нужно научиться высвобождать Его любовь. Потому что написано, что Его любовь излилась Духом Святым в сердца наши. Во мне есть эта любовь. Мне нужно научиться Его высвобождать. Мне нужно научиться использовать Его мудрость. И многое, многое другое. Оно есть во мне. Кто может сказать, и во мне? Они сейчас в нас. И Бог готов действовать через нас. Но мы можем разрешить Ему или ограничить. И вот эта бабушка, она добралась до своей кровати. И я говорю, бабушка, Бог услышал вашу молитву. И Он прислал меня сюда. Он слышал, как вы говорили, Господи, помоги. И Он послал меня из Беларуси за полторы тысячи километров, чтобы я пришел и ответил на вашу молитву. И она сказала, да, хорошо. И я рассказал ей Евангелие. Она обратилась к Богу, мы помолились, и вдруг ее пальцы начали сгибаться. И она была очень счастлива. Я говорю, а теперь вставайте и начинайте ходить. Она говорит, я не могу. Меня всегда это впечатляет. Я говорю, ну вы сгибать пальцы не могли. Она говорит, ну это другое, это же просто пальцы, а то ходить. Я говорю, вставайте. Знаете, некоторых людей приходится заставлять. Бывали случаи, когда мне приходилось забирать у людей инвалидные коляски. Так я хотел, чтобы они начали ходить. Но они после этого начинали ходить. И я заставил ее встать. И мы начали с ней ходить по комнате. И она начала наклоняться, она начала приседать. Она прыгала и танцевала. Она благодарила Бога. И у нее был единственный вопрос, не исчезнет ли это, когда мы уедем. Я говорю, бабушка, вас Господь исцелил, не переживайте. Но сегодня точно так же многие люди молятся. И поэтому апостол Павел говорит, будьте мудрыми. Не ждите, что однажды придет пробуждение. Не вспоминайте, что когда-то были хорошие времена. Сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Сегодня возможность что-то сделать. И я понимаю, что мы призваны на то, чтобы сегодня совершать что-то особенное. Чтобы сегодня служить, чтобы сегодня нести Евангелие. Чтобы сегодня молиться за людей. Чтобы сегодня позволять Духу Божьему касаться людей. И когда мы это начинаем делать, мы видим перемены. Я, наверное, начну потихоньку заканчивать. Ну, знаете, я заканчиваю, как самолет идет на посадку. Объявляют, а потом он еще долго заходит. Правда, меня всегда жена обличает и говорит, перестань обманывать людей. Если заканчиваешь, значит заканчивай. Пока рассказывал про жену, забыл, что хотел сказать. Нам нужно научиться видеть Бога в нас. И разрешать Ему действовать. Мы приехали в Германию, в один город. И мы проводили там евангелизацию. Пастор этого города узнал, что есть такая команда, которая ездит, проповедует Евангелие. И мы много лет служили в Германии. Знаете, когда-то Бог показал мне эту страну и сказал, что сейчас время там послужить этим людям. И мы приезжали туда достаточно часто, командой служили, помогали начинать русскоязычные церкви, поддерживали немецкие церкви. И делали много различных проектов, евангелизации, школы и так далее. И вот нас пригласили в один город. И когда мы приехали туда, я помню, как был удивлен пастор. Он посмотрел, он позже рассказывал. Но он был удивлен, нас увидев. Он говорит, знаете, я столько слышал вас, я думал, сейчас приедет такая команда, такая вся. Вау! Ну, как-то он представлял нас какими-то звездами. А знаете, у нас самому младшему было пять, самому старшему восемьдесят. И вот такая у нас была разношерстная команда. И мы не выглядели как суперзвезды. Мы выглядели иногда странно. Помните команду Давида? К нему собрались там должники, обиженные душой и там беглые рабы. Ну, иногда мне представляется, что наша команда такая была вначале. Но сейчас гораздо лучше. И если мы читаем дальше, у Давида у него потом была команда, это были сильнейшие и самые такие достойные люди в Израиле. Так вот мы такие странные приезжаем, разные. И он посмотрел и думает, что хорошо может быть от этих людей? Но у нас были запланированы евангелизации. И мы делали открытые евангелизации в нескольких регионах, в нескольких районах. Мы приехали в одно место. У нас вообще была гениальная идея. Знаете, русскоязычные люди в Германии, так же, как и болгары, любят грызть семочки. Кто-нибудь из вас ест черные семочки? Мало, но есть. Вы верите в их вредность, я понял. Но вот люди, а там их не продавали. И Бог нам дал идею. И мы проводили евангелизацию с семочками. Выглядит, может быть, странно, но мы писали это в рекламе. И это привлекало много русскоязычных людей. Их просто не продавали. В Германии в то время их не продавали. Это был корм для птиц. И я загружал свой микроавтобус коробками с семочками, и мы ехали на евангелизацию в Германию. Ну, вот такой необычный был способ. Но, знаете, любой способ, он хороший. Чтобы проповедовать евангелие. Ну, и вот мы поставили столы, насыпали семочки, мы пригласили людей на такую встречу. И мы делали небольшую музыкальную программу. Мы проповедовали, молились за людей, и Бог исцелял людей. И многие из людей, потом мы с ними общались. А знаете, когда ты сидишь с человеком за столом, общаешься, когда ты выпил с ним чашку чая, погрызть семки, ты уже как будто бы родной с ним. И тебе уже не страшно с ним прийти потом в церковь, согласитесь. Застолье что-то делает, оно ломает рамки. Вот если я со сцены вам проповедовал, это одно. А если я с вами за столом посидел, то мы уже как-то роднее стали. И вот так потом, ну, часть людей в воскресенье, они пришли в церковь. Пастор был удивлен, как просто это выглядит, и как эффективно это получилось. И они тогда церковью приняли решение. А он меня до этого привел в здание, оно было побольше вашего, тоже большой балкон, больше, наверное, раза в два. И он говорит, вот мы купили новое здание. И их было чуть больше, чем вас. Небольшая такая община и большое здание. И он говорит, мы вас пригласили, потому что мы мечтаем о том, чтобы это здание наполнилось. И потом они приняли решение. Каждую неделю делать такие евангелизации, как мы им показали. Каждую неделю. Просто где-то они ставили аппаратуру, ехали куда-то, проповедовали людям, молились вместе с людьми. Прошло какое-то время, ближе к Рождеству, мне кажется, он мне позвонил, и он говорит, знаешь, хочу сказать тебе, что вы создали нам серьезную проблему. И я такой думаю, ну что ж уже, я понимаю, что мы все странные, но не настолько, чтобы уже серьезные проблемы создать церковь. И я спрашиваю, что мы такого уже ужасного сделали? Он говорит, знаешь, мы продолжили каждую неделю делать евангелизации. И в нашем здании теперь нету достаточно свободных мест. Мы только обрадовались, что у нас есть свое большое здание, а сейчас нам нужно искать новое. У нас новая проблема, нам нужно искать новое здание. Я думаю, ну это хорошая проблема. И он очень благодарил нас, знаете. И прорыв произошел не потому, что мы приехали и что-то сделали. Мы просто показали модель. А они начали это делать. Я понял, что если мы на самом деле чего-то хотим, мы начинаем этого достигать. Согласитесь, странно бы выглядело, если бы я сказал, очень хочу видеть вас в гости и никогда бы не пригласил. Я так хочу, чтобы ты посетил меня, но не приходи. Это нечестно. Точно так же и мы. Если мы очень сильно хотим, чтобы люди приходили, нам нужно их пригласить. Мы можем приложить определенные усилия и старания. Мы можем спуститься на их уровень и говорить на их языке. И нам нужно понять, что Иисус никогда не призывал нас «Пойдите и соберите людей в свою церковь». Это прекрасно, когда мы собираемся вместе. Это замечательно. Это время, когда мы можем снарядиться, наполниться силой и двигаться дальше. Но Он сказал «Идите по всему лицу земли». И есть причина, почему люди не приходят в вашу церковь. Я думаю, что некоторые люди не знают о вас, а другие думают о вас плохо. Некоторые думают о вас плохо, а некоторые о вас не знают. Но что нужно, чтобы люди захотели сюда прийти? Я задам по-другому. Скажите, как вы думаете, вы хорошие люди? Большинство думают, что хорошее. Как вы думаете, людям было бы интересно здесь? Уже меньше людей сказала, да? А как вы думаете, им было бы важно или ценно-полезно сюда попасть? Да? Я тоже так думаю. Но почему они тогда сюда не идут? Нам нужно помочь им понять это. Нам нужно изменить их мышление. И просто такого духовного ожидания недостаточно. То, о чем я начал говорить, Христос пришел и поселился в нас, и сегодня Он действует через нас. И как Иисус ходил, Он не просто собрался, нашел себе одну синагогу, Он сел там и сказал, теперь я великий учитель, все приходите ко мне. Он двигался. Я хочу вдохновить вас, двигайтесь, идите к людям, пребывайте с ними, делайте что-то с ними, проповедуйте у них, организуйте различные проекты. Посмотрите на разные категории людей, найдите, что вы можете сделать для маленьких, для средних, для больших, для стареньких, для больных, для нуждающихся, для счастливых, для богатых, для правителей и так далее. Для каждой категории людей мы можем что-то сделать. И мы можем сделать, и знаете, вот мы в палатке, у нас иногда в палатке проходит до 11 служений в день. Мы стараемся захватить разные категории людей. И на некоторые из собраний приходит всего, может быть, там 5 человек. На некоторые, может быть, приходит 300 человек. По-разному. Но если собрать все вместе, то получается красивая цифра. Людей, много людей слышат Евангелие. Есть разные категории людей, мы можем пойти к ним. Но, наверное, это уже другая тема, другие мысли. О чем я сегодня говорил? Мы представители Христа. У нас есть поручение идти и проповедовать Евангелие, быть свидетелем Иисуса. У нас есть привилегия пользоваться тем, что принадлежит Ему. Все блага, все Его обещания, они принадлежат нам. И если мы будем думать, что Он не шутил, что Он не передумал, а Он все так же хочет действовать в нашей жизни, мы можем научиться позволять Его благословениям приходить в нашу жизнь.